Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я в этом ролике объединю две темы. Во-первых, я вам покажу, что я закупил. Вот видите, в этот раз я закупил бронзу, ну и металла немного. И вторая тема будет, как чистить очень качественно и хорошо металлы от ржавчины, от всякой такой, от всяких налетов. Этот способ очень дешевый и эффективный. Ну и так, сначала я вам хочу похвалиться, что я приобрел. На этой неделе я ездил в одно место, не скажу, потому что место хлебное. И вот посмотрите, набрал я вот столько всякого, всякого-всякого. И бронза, и железа, и алюминий. Ну вот мне так повезло. Но, как видите, металл старый, некоторые даже очень старые. И есть налеты окислые. И вот, например, берем вот такой вот подносик. Смотрите, какой интересный подносик, с каким красивым лебедем. Но ему уже лет и лето. А его нужно как-то почистить. И желательно не механически, чтобы было, выглядело очень хорошо. Или вот, например, вот такой вот интересный, интересная рука. Она крепится к двери. И вот этой ручкой бьешь бум-бум. И типа вы бьете в дверь. Красивая, старинная ручка. Все хорошо, но ржавая. И вот, чтобы избавиться безболезненно от ржавчины, чтобы избежать вот эту механическую чистку, я вам покажу очень старый хороший прием, который применяют антиквары в Испании. Так, переходим на кухню. И я там уже вам все приготовил. Покажу. Я уже все приготовил, чтобы вам все показать, как мы будем делать эту гремучую смесь. Прежде всего, я хочу обратить внимание, что вы, когда будете пользоваться этой смесью, обязательно использовали перчатки. Перчатки берите плотные, чтобы на всякий случай, потому что смесь будет действительно очень агрессивная. Следующий момент. В чем будете делать? Я использую, беру обычно вот такой пластиковый ящичек, чтобы была крышечка, дабы избежать вот эти все пары ненужные. Техника безопасности это прежде всего. Ну и сам процесс, что нам для этого нужно. Первое, это у нас идет уксус яблочный. Второе идет, это у нас лимонная кислота. Затем у нас идет сода. И затем у нас идет соль. Соль обязательно морская. Пропорции. Если я беру на литр уксуса, я заливаю тоже литр лимонной кислоты. Так. И относительно соли. Соли я где-то беру, если по литру, то где-то стакан соли. И соды тоже можно стакан. Но с содой нужно быть осторожным. Ее засыпать в последнюю очередь и обязательно постепенно, потому что оно все подымается, шипит. Но сейчас это я вам покажу на практике и, пожалуй, положу какой-нибудь предмет, чтобы вам показать действительно, как это все вычищается. Так, ну переходим к практическим занятиям, так сказать. Все имеет свою последовательность. Обязательно надо делать в последовательности. Первое, это у нас уксус. Уксус мы выливаем вот с удой. Вот такая прелесть получается. После уксуса мы высыпаем соль. Соль, как говорил, обязательно морская, друзья. Обязательно соль морская. Видите? Соль не жалеете, она никуда не денется. И ее размешиваем. Получается. Надо размешать соль. Она со временем вся растворится. Вот она уже пошла. Такое впечатление, как будто мы засаливаем альбом. Но нет, мы не засаливаем альбом. Мы делаем очень интересный раствор. Посмотрите, я вот солью не жалею. Вот такой маленький пивной бокал. Следующая идет обязательно, обязательно, обязательно. Это третья по очереди. Это у нас лимонная кислота. Тоже литр. То есть литр уксуса и литр лимонной кислоты. Это мы вместе сливаем. У нас получается теоретически, практически 2 литра вот этой вот смеси. Чем хороша эта смесь? Когда вы будете почистить все металлы, эту же смесь хорошо использовать в статистических наших целях. То есть прочистить раковину очень хорошо. вы ее заливаете и она вам все там чистит. Чистит так, что не нужен никакой раствор. Многие мне скажут, должно там все растворить. Нет, оно все не растворит. Но трубы ваши прочистят очень хорошо. Просто зальете, подождите минут 20-30 и потом опять все поможет. И тоже будет польза. То есть у нас от этого раствора польза два в одном. И металл чистим, и трубы чистим. То есть если вы зальете такой, то у вас точно ничего забиваться не будет. Ни раковина. Вот. И самый ответственный момент, друзья мои, это сода. Вот беру я соду, стакан соды. Ее надо откласть потихонечку. Потому что реакция очень будет мгновенная. Понимаете? И реакция такая, что она все поднимается. Оно уж бурлит, шумит. Вот смотрите, я уже кстати хочу сказать. Лимонной соли. В воде как бы... О, лимонной соли. Соль уже вот лимонной кислоты налил. И вот уже соли, она уже практически вся вот уже такая растворилась. Так, ладно, давайте начинаем с соды. Сода меня всегда вот беспокоит, потому что она шипит. Видите? Она начинает шипеть, подниматься. Причем поднимается она очень жестко. Я ее высыпаю очень медленно, потому что если ее сразу запонуть хорошо, то она поднимется. Она там в таких делах творит, что мало не покажется, да? Плюс надо обязательно вот так вот перемешивать. Почему? Если перемешивать не будете, вот так сразу соду засыпите, оно все поднимется и будет плохо. Не достигнете этого эффекта. Вот приходится. Ну и заодно соль. Вот вы его так вот мешаете, соль у вас растворяется. То есть, вроде бы процесс такой, знаете, простой, но он имеет свою последовательность и нужно не спешить. Обязательно не спешить, потому что если будем спешить, то уже все пойдет не по плану. Вот я уже чуть-чуть сыпану, поспешил, да? И вот оно уже пошло не по плану. Вот оно уже сильно пенится. Ну, что сделаешь? Нужно это все делать, чтобы не тратить ваше время, как я это делаю, вот сыплю соду. Самое главное, основное для понимания я вам покажу. Сейчас я этот процесс доделаю и дальше покажу, что нужно делать. Растворил я со временем целый стакан соды здесь. И вот, как вы видите, пена осела и уже практически готов. Этот раствор готов к использованию. Итак, что мы будем чистить? Я так подумал немножечко. Думаю, опустим мы вот эту вот замечательную штукенцию в этот раствор. И я опущу вот эту вот прекрасную тарелочку. Вы посмотрите, какая здесь окись. То есть, все по френшую. И посмотрим реально, на что способна эта гремучая смесь. Ну, я-то не уверен в этой смеси. Но все равно. Оставим, сверху оставлю в лебедя, который для сравнения мы его не будем погружать. А вот остальное мы погрузили. Итак, ровно 15 минут. И через 15 минут я вам показываю, что произошло с тарелочкой этой. И что произошло с этим металлом. Ну, кстати, уже пошло. Вещь пошла. О том, небольшая ремарка. Эти процессы нужно контролировать обязательно. То есть, не то, что вы его бросили и пошли, да. Ну, с практикой, да. Вы уже знаете, что, как. Приблизительно чистят. Если ржавчина, там, любой металл, чтобы не было, проверяйте хотя бы каждый, там, для начала 5-10 минут. И будет вам счастье. Я вам решил наглядно показать, как работает раствор. Вот посмотрите, как он прекрасно работает. Все пузырится. То есть, пошла реакция. Реакция пошла хорошая. Давайте посмотрим. Во! Смотрите, как ржавчину он съедает. Это еще прошло только, ну, наверное, минут 5-6. Есть. Посмотрите, вот где было мало ржавчины. Вот оно уже почти ее осилило. А здесь еще есть. Придется ждать. А ну-ка посмотрим, что у нас лебедь. О! Вы же помните, какая была вот здесь и здесь. Видите, как все вот летает. То есть, все работает. И самое главное, чем мне нравится этот способ. Этот способ мне нравится потому, что он исключает механическую чистку. Вот он настолько хорош, что я очень доволен им. Ну и делюсь, естественно, с вами. Ладно. Практически вы посмотрели, как это все происходит. Как работает металл. Вот. Все взаимодействует. И уже сейчас посмотрим минут через 15, что там произошло. Еще прошло 8 минут. И вот вы уже, друзья, если обратите внимание, вода еще стала такой уже зеленоватой. Так как вот идет очень хорошая реакция. Ладно. Начинаю. Еще раз я вам покажу, потому что не будем заострять внимание. Самое главное, чтобы вы поняли процесс. Итак. Что у нас с ручкой? Ага. Ручка еще вот здесь еще лучше очистилась. А здесь она немножко, как бы, еще, ну, больше, ржавчина чуть больше отошла. О, здесь вообще отходит. Замечательный процесс. Все. Ну, с ручкой понятно. Со временем оно все отойдет. Что у нас? О, смотрите, какая прелесть. Да, смотрите, какая прелесть. Как это все отходит. Оно постепенно, оно все просто отлетает. Вы посмотрите, как это все замечательно отлетает. А ну-ка, с этой стороны тут было меньше. А здесь оно даже начало блестеть. Представляете, какой замечательный у нас растворчик. Ладно, друзья. На этой оптимистической ноте я буду заканчивать свой ролик. Большое спасибо за просмотры. Поставьте лайки. Обязательно, друзья, хочу обратить внимание. Кто знает какой-нибудь хороший способ почистки металла. Пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь. Это будет, как говорится, все в общую копилочку. Для тех нам облегчит жизнь. Для реставрации каких-то таких старых вещей. Всем желаю всего хорошего, всех благ. Всем всего-всего наилучшего.